Насколько то, что мы хотим, нам действительно нужно. Потому что если мы столкнулись с паникой препятствием и сказали «Нет, это не для меня», значит, сил нашего намерения было настолько слабо, что мы не смогли прорваться. Но я уверен, что здесь собрались люди, которые прорвались. Кто прорвался к своим целям? Аплодисменты! И один еще инструмент. Что еще мне хотелось бы, чтобы это проникло в губину нашего сознания? Что еще вы обнаружили в себе? Что обнаружили по поводу своей поддержки? По поводу тех препятствий, которые вы обнаруживали в себе? Кто хотел бы еще поделиться? Аплодисменты! Александр, у нас не просто выступник. Привет, меня зовут Александр. Привет, Александр! Вы знаете, я скажу, что я поражен. Я поражен тем, что перед вами стоит профессиональный журналист с 20-летним стажем. Поражен тем, что перед вами стоит человек, который провел около 100 пресс-конференций. Поражен тем, что я все последние 25 лет занимаюсь только тем, что общаюсь с людьми. Но то, что я сегодня здесь увидел, сейчас в данном конкретном тренинге, для меня было поражением. Поражением в хорошем смысле этого слова. Интересно, что когда ты работаешь в команде, у нас так получилось, что у нас было сейчас 6 человек, даже не 5. Удивительно, но ты начинаешь осознавать, что самые большие твои стреки организованы исключительно на тобой. И что, если ими всерьез заняться, то их практически нет. Поэтому я выражаю большую благодарность Марку и Софье, потому что это действительно, может быть, вот сейчас, в данный момент, не дает денег. Но это меняет вот здесь. Это самые семена, которые вырастут обязательно, дадут сходы. И я думаю, что большая часть, уходя отсюда, поймет не то, что, может быть, кто-то даже не дошел до цели, но теперь, по крайней мере, знает путь к этой цели и понимает, что никто, кроме него самого, этого не сделает. Большое вам спасибо. Спасибо.